Вسم الله, الحمد لله, السلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن وعلى مباد الحديث السامين والاربعون بعد الميتين 248 хадис в книге عن السعب بن جسامة اللايثي رضي الله عنه Приходит хадис от السعب بن جسامة أنه أهدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارن وحشيان То, что он отдал в подарок пророку صلى الله عليه وسلم дикого осла То есть имеется в виду жертву, имеется в виду дичь, дикого осла وغو بل أبوى أو بي ودان И в это время пророк صلى الله عليه وسلم находился в месечке أل أبوى Или в месечке أل أبوى دان Два места близко друг от друга Но пророк صلى الله عليه وسلم не принял этот подарок и вернул его обратно И когда он увидел, что в лице سعب بن جسامة То есть то, что سعب بن جسامة расстроился Из-за того, что пророк صلى الله عليه وسلم не принял его подарок قال, пророк صلى الله عليه وسلم сказал إِنَّا لَمْ نَرُدَّوْ عَلَيْكِ إِلَّا أَنَّا حُرُمُنْ Говорит, мы не возвращаем тебе этого осла или твою дичь Кроме как по причине того, что мы находимся в храме То есть нам запрещено есть животное, которое добыто на охоте То есть этот хадис приходит у Бухарии муслима Говорит, во филавзе ли муслим риджля химарин В одном ревояте у мама муслима приходит то, что سعب بن جسامة подарил пророку صلى الله عليه وسلم ногу дикого осла Во филавзе ли шикка химарин А в одном из ревоятов часть осла Во филавзе ли муслим риджля химарин В одном из ревоятов приходит заднюю часть осла Павел Аль-Мусанныф сказал автор книги То есть Абдул-Гани Аль-Махдиси имеется ввиду То есть почему пророк صلى الله عليه وسلم не принял этого подарка Вместе с тем, что он же ел осла кого? Который поймал Абу-Катада Аль-Харис ибн Реб'и А этого осла он уже не взял Говорит Потому что пророк صلى الله عليه وسلم понял Что этот осел был добыт на охоте специально для пророка صلى الله عليه وسلم А тот, кто находится в храме, не должен есть то мясо Которое было добыто на охоте специально для него Аль-Гариб говорит странные слова или непонятные фразы в этом хадисе Читается именно так Читается именно так Раньше мы уже разъясняли, как пишет слово Аль-Абуа То есть этот хадис уже, или это слово у нас уже встречалось в одном из хадисов И мы говорили то, что Абуа это известное место, которое находится в районе Мастура А что касается Ваддана, то это место, которое близко от Абуа И читается оно с Фатхи над Вау То есть Ваддан, не Ваддан и не Ваддан, а как Ваддан Говорит слово Лам-Наруддху, можно прочитать с Фатхи над Вау, а можно с Даммой над Вау Лам-Наруддху и Лам-Наруддху Инна-Хурум, что значит Инна-Хурум или Анна-Хурум То есть можно прочитать с Касрой, Инна, а можно прочитать Анна Говорит, если мы говорим, что с Касрой, то есть Инна, то это слово как бы начинает новое предложение Если скажешь так, то есть мы не возвращаем тебе обратно этого осла, кроме как по причине того, что мы являемся кем? Мы являемся людьми в Ихраме Говорит, а если мы скажем с Фатхой, то говорит это по причине того, что присутствует Лам-причинности И она удаляется в данном случае И основа Инна-Лам-Наруддху-Алейк, Инна-Ли-Анна-Хурум Так мы не возвращаем тебе этого осла, кроме как по причине того, что мы находимся в состоянии Ихрама То есть как будто бы ты сказал Ли-Анна-На Можно сказать Инна-Хурум, а можно сказать Инна-Хурум Когда говоришь Анна, то есть потому что есть буква Лам впереди Ил-Ли-Анна-На-Хурум Так или Ли-Анна-Хурум Что значит Инна-Хурум, мы Хурум, Хурум, то есть Мухримун, находимся в состоянии Ихрама Аль-Мана-Ли-Аль-Ижмали, говорит какой общий смысл хадиса Говорит, когда пророк, салаллаху-Алейк, вышел для совершения прощального хаджа А хадис Абу-Хатады, Аль-Хариса ибну Раб'и, когда происходил, кто скажет? В шестом году хиджры, то есть во время совершения Умры Худайби И когда пророк, салаллаху-Алейк, в этот раз уже выехал для совершения хаджа прощального И достиг местечка Абу-А или Вад-Дан Так что одно место на самом деле близко от другого Поэтому есть сомнения, где он был конкретно, в Абу-А или Вад-Дане А так это все близко Говорит, в это время Ас-Сааб ибну Джалсама, Аль-Лейхи Подарил пророку, салаллаху-Алейк, дикого осла И говорит, из хороших обычаев пророка, салаллаху-Алейк, и его известной скромности Исходило из этого то, что он всегда принимал подарки Какой бы маленький этот подарок, или какой бы незначительный он не был И от каждого человека, великим он был или невеликим Говорит, а здесь, в этот раз пророк, салаллаху-Алейк, не принял этот подарок Потому что он понял, что Ас-Сааб ибн Джалсама добивался на охоте этой дичи Специально для пророка, салаллаху-Алейк, и говорит, пророк, салаллаху-Алейк, лучше всех и больше всех Являлся тем, которые отказывались от того, в чем есть сомнения И говорит, известно то, что если человек, не находящийся в храме, охотился за дичью Специально для того, кто находится в храме, то для того, кто находится в храме, эту дичь есть нельзя Говорит, и пророк, салаллаху-Алейк, что сделал, сообщил, салаллаху-Алейк, почему он возвращает ему его подарок Сообщил о том, что они находятся в храме И сообщил то, что те, которые в храме, или имеется ввиду, что те, которые в храме, не едят того, что было поймено специально для них Зачем об этом сообщил, чтобы в душе Саабы ибн-Жастама не случилось чего-то неприятного, по причине того, что пророк, салаллаху-Алейк, отверг его подарок Говорит, какие полезные моменты берутся из этого хадиса Первое, говорит, в этом хадисе указание на то, что из пути пророка, салаллаху-Алейк, в своей основе, было принятие подарков И этим самым он что делал? Поддерживал сердца тех, которые дарили ему подарки Говорит второе, в этом хадисе указание на то, что подарок необходимо отвергать и не брать его, если есть какой-то запретительный фактор, который мешает тебе этот подарок принять Говорит, а также сообщение кому? Тому, кто дает тебе этот подарок, а ты его не принимаешь, необходимо сообщить ему причину твоего неприятия, для того, чтобы его сердце было спокойным Чтобы от него ушли различные наущения Третье, то есть, Сааб ибнаджа-Самы мог испугаться от этого, почему пророк не принимает от меня, почему он не ест мое мясо и тому подобное, почему он не принял от меня То есть, могли возникнуть различные плохие мысли Третье, тахрим сайд аль-халал аль-мухрим, изакан акацидами нажли Говорит, в этом хадисе также указание на то, что человеку, кто находится в храме, запрещено есть мясо, которое в основе своей является халал Если это мясо, эта дичь была поймана специально для того, кто в храме Говорит, какое разногласие ученых есть в этих вопросах Говорит, ученые разошлись во мнениях, можно ли тому, кто находится в храме, кушать мясо дичи, которое было поймано на охоте То есть, то, что охотиться ему нельзя, это понятно Так, относительно этого пришел явный контекст То, что человек в храме не имеет права охотиться и не имеет права помогать тому, кто охотится Так, но теперь, если кто-то поймал на охоте животное дичь Может ли человек в храме есть эту дичь, вместо того, что он не имеет отношения к этой дичи Говорит, первое мнение в этом вопросе, которого придерживался Абу Ханифа, а также Ата, а также Муджагед, а также Саид и Муджубейр Разрешенность есть тому, кто в храме Ту дичь, которая была поймана человеком, который не был в храме При этом без разницы, ловил ли эту дичь этот охотник специально для того, кто в храме или нет Говорит, и это мнение передается также от целой группы сподвижников Из них Амар и Хаттаб, а также Азубейр и Абхуам, а также Абу Хрир И довод этих привернцев первого мнения, хадис Абу Хаттады, который у нас был в главе до этого хадиса Ведь пророк, саллаллаху льву саляма, покушал с этого мяса Говорит, а также подтвердил и узаконил то, что друзья Абу Хаттады, находящиеся в храме, тоже поели из этого мяса И тот же приказал им кушать из этого мяса Второе мнение в этом вопросе, которое также принадлежит целой группе ученых А это то, что есть мясо тому, кто находится в храме И это мясо было поймано на охоте, то есть как дичь, нельзя в любом случае Без разницы, это мясо или это дичь была поймана специально для того, кто в храме или не специально для него Те, которые придерживались этого мнения, из них Али ибн Абиталиб, а также ибн Аббаса, а также ибн Умар И это мнение также передается от Тауса и Суфьяна Асаври И довод, приверенца второго мнения, это общность слов Всевышнего Аллаха И запрещена вам дичь наземная, то есть в отличие от морской Рыбу можно кушать или нет, которая поймана в море, тому кто в храме Можно, и нельзя есть только дичь, какую? Земную, то есть наземную, говорит Пока вы находитесь в храме Говорит, видишь, хадис говорит Сааба ибн Ажасама, который у нас в главе Говорит, пророк отверг его мясо И когда разъяснял, почему он это мясо отверг, не сказал, потому что ты ловил это из-за нас или не из-за нас Но просто сказал, мы находимся в храме, поэтому не кушаем этого мяса Это второе мнение в вопросе И третье мнение в вопросе, которое придерживалось большинство ученых И из них имам Малик, Шафи, Ахмад, Исхак и также Абу Саур Или от того суд бин Аль-Кавлейн Они пришли к третьему мнению, которое является средним между двумя этими мнениями Сказали, если человек, находящийся вне состояния храма, ловил дичь и охотился за ней Специально для того, кто в храме, чтобы его угостить, подарить ему и тому подобное Тогда это является запретным для того, кто в храме То есть он не может кушать это мясо, так как оно было поймано для него Сказали, а если эта добыча была поймана не специально для него То есть человек и так его ловил, а потом просто тебе, исходя из своей щедрости, подарил, допустим, что-то или угостил тебя То здесь, говорит, уже можно кушать Так, потому что было поймано не из-за тебя И такое же мнение пришло от кого? От Усмана ибну Афана Знаешь, сколько мнений в этом вопросе? Получилось три Первое сказали, можно есть в любом случае Второе сказали, нельзя есть в любом случае И третье сказали, можно есть, если ловилось не для тебя А если дичь за ней охотились специально для тебя, тогда уже нельзя есть это тебе Так как ты находишься в состоянии храма Говорит у арада биадат тавсил Аль-джамбабейна хадис аби-катада У хадис ас-сааб ибнаджа-сама И привернуться третьего мнения Этим своим третьим мнением хотели собрать между этими двумя хадисами То есть ясно, что между ними внешние противоречия В хадисе абу-катаду он поел это мясо А в хадисе ас-сааб ибнаджа-сама уже этого мяса не ел Как собрать между ними? Привернуться третьего мнения Собрали между ними вот этим вот собранием Потому что оба хадиса являются достоверными И невозможно их отвергнуть То есть нельзя сказать, что один слабый Поэтому не годится в довод Оба годятся в довод И установлено, что такое действительно с пророком Салаллаху ас-сама произошло В шестом году хиджры и во время года прощального хаджа И говорит из того, что поддерживает это мнение То, что передает имам Ахмад А также Абудауд, А также Ат-Тирмиди, А также Аль-Насай Аль-Джабир ибнабдилля Со слов Джабир ибнабдилля О том, что Джабир сказал Сказал посланник Аллаха Говорит То есть мясо животных, которые находятся на земле Земных животных вам разрешено Даже если вы в храме Кроме как если вы сами его поймали Или ловили его специально для вас И на самом деле вот это третье мнение Прекрасно собирает между собой эти два хадиса Говорит им Собрать оба этих хадиса и задействовать их Лучше чем отвергнуть один из двух хадисов Вместе с тем, что оба они являются достоверными И говорит это собрание хорошее Нет в нем ничего сложного Говорит Но возникла проблема здесь Даже если мы согласимся с вами С вашим третьим мнением Говорит что получается Получается что Абу Катада ловил целого осла Только для себя одного что ли То есть получается как Он пошел охотиться за этим ослом Все равно он предполагал, что он этого осла Что сделает Поймает, а потом будет угощать этим мясом Всех остальных То есть ловил получается для них Не только для себя Потому что куда ему одному целого осла съесть Говорит Дуна То есть навряд ли он ловил этого осла Только для себя Так что не собирался угощать этим мясом никого Видишь и это на самом деле Сложно разъяснить это понятие То есть как это тогда объяснить Говорит 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 и то что разъясняет нам эту трудность То что если мы поймем Что охота у арабов это развлечение Которое они любят И это такое развлечение И как говорится по нашему хобби Которого любили кто? Мулюк То есть их цари, правители И великие из них То есть имеется ввиду Хочешь сказать то что Абу Катада отправился На охоту за этим ослом Не для того чтобы кого-то угощать И тому подобное А просто как развлечение Хотел что сделать Поймать на охоте дичь Говорит И говорит нет ничего удивительного То что Абу Катада Когда увидел этих диких ослов Говорит что он Погнался за ним Как развлечение Для того чтобы охотиться за ним Прежде чем подумать Что он будет с этого кушать Или кто-то будет с него Кушать из его друзей Что они находятся в состоянии храма И тому подобное То есть ни о чем об этом Он говорит не думал Но думал о самой охоте А что касается чего Хадиса То там явно приходит Видишь он принес Специально пророку Саллиллаху алисалям Подарил То есть ясно что он охотился Специально чтобы подарить Это мясо Посланнику Аллаху алисалям Поэтому пророк Саллиллаху алисалям Даже лишний раз Не расспрашивал его Сразу отказался Это иншаллах Понятно Значит вот этот вопрос ясен Смотри Можно ли кушать Из мяса пойманного На охоте Тому кто находится В состоянии храма Если это мясо Было поймано Не самим человеком Который находится в храме Было поймано Тем который Ловил его В состоянии Не храма И охотился За этим животным Не для тебя Не для того Кто находится в храме Тогда тому Кто находится в храме Это мясо есть Можно Это усвоили или нет Если же мясо Ловилось специально для тебя Чтобы тебя угостить Или накормить Или тебе что-то подарить И тому подобное тогда это мясо запрещено употреблять пищу тому, кто находится в храме.